В царские времена на месте современного здания театра оперы балета стоял собор Рождества Христова. Он был заложен в 1748 году, просуществовал около двух веков. В 1931 году по указу Ярославского, в чью честь и названа площадь перед театром, собор закрыли, а затем и вовсе снесли. Интересно, увидит ли это Василя Ганеева. Сегодня настроиться на экстрасенсорную волну помогают руны. Руны – это как инструмент, чтобы посмотреть, заглянуть в будущее или увидеть. Можно задать абсолютно любой вопрос и получить ответ. Они весьма точны в своем предсказании. Абсолютно любой вопрос, любую ситуацию можно увидеть через них. И к Василе действительно пошли видения, но совсем не те, что мы ожидали услышать. Здесь, понимаете, вот сразу мне идет информация. Я говорю, да, захоронение, но мне говорят, ну слушай, да, вот получаю такую сразу информацию. Ну слушай, ну дорогая, ну тогда было так принято. А ведь и правда, рядом с храмом было небольшое кладбище, где хоронили священников и прихожан. Это почему-то мужчины у меня идут, мужчины. И мужчины в форме какой-то. Они были во всем черном. И пуговицы золотые или какие-то вот. Возможно, это какие-то были действительно какие-то военные. Потому что, как знаете, престижно было их вот сюда-то хоронить. Это же престижно было тогда. Да. И одни мужчины. Вот. Здесь детей не вижу, женщин не вижу. Историки утверждают, что во время Первой мировой войны здесь были организованы лазареты. Сюда привозили много раненых. Хлеба и медикаментов не хватало. Неужели экстрасенс видит события этих лет? Ой, вы знаете, еще сейчас мне пошла такая информация. Ой, что они наделали? Когда они делали ремонт вот этой дороги, видимо, когда они все это делали, они просто кости в одну сторону сгрузили. Там вообще они прям вот друг на дружке. Вот я и думаю, чему они друг на дружке? Они их просто в одну кучу. Вот там как вот такая вот небольшая, как воронка из костей. Ну, дальше начинается захоронение все-таки более простых людей, потому что здесь уже и женщины встречаются, и мужчины более простой, скажем, такой одежды. Вот. И их, ну, скажем, только в отдельных местах немножко вот сгрузили в одно место. А по сути они где-то убрали, где-то осталось. Эта информация ввела всю съемочную группу в отцепенение. Ну, так нельзя делать. Так нельзя обходиться с умершими. Умерших надо переносить, в конце концов, в другое место. Это же центр города, здесь же люди гуляют. Это же отрицательно влияет на людей. Они тоже, хоть это было давно, захоронили, но от них же исходит тоже отрицательная энергия, что с ними так поступили. Экстрасенс уверен, если останки перезахоронить, энергетика этого места изменится. Люди будут с удовольствием приходить сюда и не испытывать дискомфорта. Анастасия Плотникова, Ксения Солтрукович, Андрей Ярушев. Наше утро.